Друзья, всем привет! Сегодня мы будем собирать... Друзья, всем привет! Сегодня мы будем собирать бескамерное колесо велосипеда на обычный обод, который не предназначен для бескамерки. Вот это вот одно колесо я уже собрал, переднее, и сейчас с вами будем собирать заднее, по аналогии с передним. Я собрал уже, у меня все получилось. Вот расскажу нюансы, в принципе, можно сказать, ничем не отличается от сборки моего предыдущего колеса бескамерного. Видео есть на канале, там где обод был предназначен, уже проклеен под бескамерку, покрышки были под бескамерку. Вот, здесь же обод не проклеен под бескамерку, но тут хороший профиль с замочками по контуру. Но это я сейчас все буду показывать. Вот, специально выбирал хорошие обода, они, на мой взгляд, очень хорошо годятся под бескамерку. Ну вот, колесо уже я на ночь оставлял, накачал, все держит, все хорошо. Сейчас в двух словах, что нам для этого понадобится. Конечно же, хороший насос нужен, я опять перебрал насосик, смазал, потому что он вечно забивается грязью. У меня он алюминиевый, окисляется, и там вечно вот эта такая черно-селая кашица получается. Также нужна бортировочная лопатка, чтобы снять ваши старые покрышки, потому что в основном я, конечно, снимаю и одеваю все руками, но вот стояли вот такие вот колеса, Виттория, Пси, вот, какой-то, не знаю, как читается. Ну, в общем, я еле их снял, честное слово, даже сломал, вот покажу, даже вот сломал одну лопатку, что взял следующую, надеюсь, ее не поломаю. Ну, вот, бывает такое, бывают дубовые такие покрышки, ну, можно сказать, из бюджетных, которые тяжело одеваются. Вот, данные бескамерные, я купил данные бескамерные у нас кросс-марки, такая универсальная покрышечка с накатистым центральным протектором. Попались мне в хорошей цене в велостудии, 480 гривен штучка, вот, бескамерные, поэтому за такую цену альтернатив, я думаю, что и не найдем. Вот, размер 2,25, также одевалась туго, но поначалу, она, так как корот не стальной, а кевларовый, то одевается она туго, но потом немножко со временем растягивается, и уже такой проблемы не будет при снятии. Ну, вот, также я вот сделал небольшие замеры, насколько облегчится вес велосипеда, то есть, вот, 700 грамм это вес старой покрышки, 645, вес новой покрышки, вес камеры, вот, одно у меня получилось, 235 грамм, 230, вот, ну, и плюс, конечно, мы добавим вес герметика, там, грамм по 100-120, да, вот, и из-за этих цифр, 200 с чем-то грамм на покрышке, плюс 230 камеры, получаем, ну, где-то 350 на колесе, ну, вот, так как мы заливаем герметик, плюс-минус 100 грамм, вот, и получается, что велосипед облегчается, ну, в моем случае, вот, на 520 грамм у меня получились расчеты, вот, поэтому я считаю, что на полкилограмма облегчить ваш велик, это хороший результат. Так, ну, и в двух словах, что нам нужно? Насос, лопатка, манометр, это у меня с Алиэкспресс китайский, ну, в принципе, работает нормально, вот, чтобы замерять манометром, нужен такой переходничок, потому что здесь пресс-то у нас, вот, и он накручивается на пресс-то, и тогда вы пользуетесь обычным насосом под шейдером, чтобы не перекручивать, чтобы можно было сразу замерять давление манометра. Ну, если у вас манометр, конечно, не под пресс-то. Также нужна ободная лента, данная ободная лента мне не очень понравилась, она такая неэластичная, но очень крепкая. Пытался ее проткнуть ножом, она не протыкается, то есть, крепость она крутая, но она такая неэластичная, и на обод так неравномерно ложится, я покажу вам на колесе. Также, конечно, вам нужен герметик, в моем случае это бескамерный слайм. Также на авторядах я покупаю силикончик, пропитываю резину, чтобы она была более эластичной, не пересыхала и легче садилась на обод. Так, ну, в принципе, и все в двух словах, что нам нужно. Давайте приступим. Итак, вот наше колесо, разбортированное, с приклеенной лентой. К сожалению, процесс наклейки ленты я не снял, потому что лента такая под вопросом, и в магазине мне сказали, что она есть нюансы при ее поклейке. Вот здесь вот у нас стык, и здесь у нас наш ниппель. Ну, сказали в магазине, что надо греть обод феном, и после чего ее наклеивать. Я так и сделал. Нагрел обод и начал наклеивать. Ну, просто как бы нагревал, и вот лента, размер ленты чуть-чуть шире вашего обода. То есть она так не влазит, но когда разворачиваешь, естественно, влазит. То есть ширина обода у меня 20 мм, ширина ленты 23 мм. То есть чтобы она, с учетом вот этой выемки под спицы, как раз заняла место обода. Ну вот, если вы видите, так вот он не очень равномерно наклеился. Но вот по основным посадочным полосам, там где замочек на ободе, она хорошо приклеилась. То есть проблем не будет. Но вот здесь вот такой вот, немножко с пупырками. Ну, в принципе, это не проблема, учитывая, что пытался проткнуть саму ленту, именно ножом отвертка, она не протыкается, она очень крепкая. Здесь же я вот стык немножко подклеил клеем, на всякий случай. Ну, это уже чисто моя паранойя. Думаю, это не обязательно делать. Вот, что хочу сказать про обод. Я уже показывал данное в предыдущем видео по установке на бескамерный обод. Ну, тут обод по такой же аналогии сделан. Ничем не отличается на моем ленту, а только немножко уже, чем на моем велосипеде. Желательно, чтобы было два замочка у вас на ободе. Это замочек вот здесь на бортике. Тут сверху все подтыкивать. Ну, на видео это сложно показать. Ну, то есть вот здесь вот, все вверх я пальцем, но на краешке тут есть замочек, чтобы покрышка за обод цеплялась. Также есть замочек на вот этой внутренней полосочке. Ну, внутрь, чтобы покрышка не соскакивала внутрь к спицам, скажем так, внутреннюю часть обода. Также есть небольшой бортик на вот этой площадочке. То есть у нас есть замочек в этом направлении, вот так вот покрышка, чтобы не срывается. И в этом направлении, чтобы покрышка не сорвалась. То есть, если у вас такой обод, то я думаю, что 100% без проблем ставить бескамерные покрышки. Только наклеить вот эту ленту и все. Ну, что ж, у нас установлена ободная лента, установлен бескамерный ниппель. Ниппель просто вставляется в ленту. Ленту я протыкал тоненьким паяльником, проплавлял, потому что если вы будете там ковырять каким-то ножом или лезвием, можете порвать, может у вас как-то поползти. Трещина, ну, может и не поползти, конечно, но что-то такого не было точно. Я аккуратненько паяльником проткнул такую кругленькую дырочку, потом в нее как раз вставил этот ниппель. Ну, вот. Ниппель тут поджимается гайкой с внутренней стороны. В данном случае у меня есть тут еще резиновая уплотнительная шайба такая. Вот такая вот шайба под гайкой для дополнительной херметизации и уплотнения. Ну, поджал достаточно сильно, вот эту шайбу уже так приплюснуло. Конкретно на моем велосипеде этой резиновой шайбы нету, поэтому я не знаю, нужна ли она или нет. Кто знает, пишите в комментарии, но я, так как в комплект с этими ниппелями шла, она я поставила. Думаю, лишним она тут не будет. Нарисованы замочки все на ободе. Написано, что дабл вол, двойной обод, видно, что замочки. Даже если у вас нет этих замочков на ободе, я думаю, что все равно, если обычную покрышку не срывают, то и бескамерную не должно срывать. Итак, следующим делом мы берем нашу покрышечку, находим правильное направление движения. Обычно со стороны звезд системы идет на покрышке логотип непосредственно модели покрышки. В данном случае у нас Crossmark. Вот написано, что Tugless Ready. Больше никаких плюшек на этой покрышке нету. Ну, также есть, конечно, стрелочка, показывающая обороты движения. Так, также рекомендуется вот этот вот логотип размещать над нашим ниппелем. Ну, чтобы в случае каких-то там проколов и так далее, вы могли ориентироваться по ободу и так далее. Конечно, это больше актуально при работе с камерами, но и в данном случае это тоже актуально. Так, ну ладно, приступим. Одеваю ее просто руками. Первый раз покрышка, когда она одевается туго. Ну, одевается без проблем. Так. Так. Сначала защелкиваю одну сторону. Это почти никогда лично у меня не получается с первого раза. Приходится как-то там придерживать это все дело. Защелкиваю одну сторону. Вот одна сторона есть. Начинаю защелкивать вторую сторону. Так, вот у меня не съехало, ничего осталось. Логотип остался возле ниппеля. Начинаю защелкивать вторую сторону. Вот, конечно, были небольшие нюансы. Если на моих покрышках, которые полностью бескамерные, накачалось колесо быстро, то на этом не так быстро. Почему-то были проблемы. Ну, сейчас посмотрим с вами, как оно будет накачиваться. Ну, вот я покрышку одел. Теперь так проверяю, чтобы она так ничего не зацепила нашу ленту. Чтобы все было нормально, чтобы никаких там закусок не было. В данном случае она вот, если вам видно, она немножко, ну, то есть проваливается в центральную часть обода. Пока без давления. Ну, и пока она новая, она прилегает к этой ленте. И, по идее, должна сразу накачаться нормально обычным насосом. Ну, вот многие, конечно, пользуют компрессор. Говорят, что это невозможно накачать. Так, ну, в нашем случае все нормально. Вот, я одеваю переходник, чтобы сразу качать в режиме шредера. Попробую сразу его накачать. Ну, вот, пошло. Она уже накачивается со второй попытки. Так, когда она стояла, у меня не получилось. Положил его лёжая. Ну, вот, пошло накачиваться. Теперь можно поставить и продолжать интенсивно качать, пока покрышка не станет в замочек. Потому что, если вы сразу не поставите в замочек, она у вас спустит. Так, друзья, накачал колесо, стало оно везде в замочек. Ну, честно скажу, это было непросто. Долго промучился, не знаю, с этим колесом ещё сложнее было. Сейчас вот спускаю, буду наливать герметик. И также услышал, что немножко на ободе есть шов, вот здесь. Немножко подцепливливает по шву обода. Почему, не могу понять. Ну, вот такая вот ситуация. Вот, как он туда, воздух, в обод попадает, непонятно. Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я уже не соображаю. Ну, сложно, конечно, было, честно скажу, его накачать. Вот, выкручиваем наш ниппель и будем заливать наш герметик. Вот, ставим так вот, золотником низ сам и низ, немножко повыше, чтобы было место, куда затекать герметик. Вот, берём наш герметик. Тут у нас как раз осталось для одного колеса у меня порция, даже больше. В комплекте трубочка с резиновой насадкой без резьбы, но она накручивается. Ну, всё, так трубочку надели. Здесь у нас есть мембранка, которую надо снять. И начинаем наносить наш герметик. Вставляем и потихоньку заливаем. Иногда надо снимать, чтобы дать воздуху пройти, чтобы он нормально туда затекал, потому что бутылки же нет подсоса воздуха. Конечно, немножко меня расстроило, а то, что со шва обода шёл воздух, я не пойму почему. Ну, конечно, герметик его золотает, но сам факт. Непонятно, как он туда проходит через ленту. Герметик сам себя закупоривает иногда, поэтому я прочищаю проволочкой. Немножко зальёшь, и потом он закупоривает сам себя. Вот, интересно такое явление. Работает даже здесь. Там, где не надо, но пусть лучше работает здесь. Ну, всё, закупоривает, и всё. Даже вот, дожидаешь так бутылку, она не пробивает эту пробку. Интересное явление. Так, наш герметик нанесён. Теперь закручиваем сердечник назад. Сердечник, который идёт в комплекте, ну, с моими нипелями, шёл в комплекте такой вот пластиковый ключик. Очень удобный, потому что плоскогубцами к нему подлазить не очень удобно, и можно повредить. Так, ну, затягиваем плотненько, но без фанатизма, чтобы не перетонуть никакие резиночки. Ну, всё, друзья, осталось нам накачать колесо, и готово. Друзья, ну вот и всё. Наше колесо готово. Накачано ещё немножко. Там всё-таки подшипит у меня на шве. Вот, ставлю сегодня на ночь, проверю. Если вдруг будет какая-то беда, продолжу видео. Так, вроде всё нормально, всё держит. Тут вот, тут дешёв на ободе, там шипело немножко. Но сейчас уже, мне кажется, завлаталось. Нигде этот герметик не вытекал. Немножко шипело нашу почему-то. Всё, будем тестить. Спасибо за внимание. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.